Так, у нас тема доклада. Ученые, сейчас я разберусь с экраном, тут все вместе. О, отлично. Подождите, он мне закрывает текст доклада, закрывает, что мне не нравится. Так, я настраивала, но у нас твой куда-то слетели, очевидно, после того, как я Windows 11 установила. Ничего-ничего, очень красиво. Ага, красиво, да? Прекрасно. Итак, раннее новое время, это период, когда формируется ряд черт присущих обществу модерности, и эти изменения в первую очередь проявили себя в пространстве городской среды, где, собственно, и находятся ученые и ученые сообщества. Соответственно, в средневековом сословно-корпоративном обществе в XVI веке возрастает вертикальная социальная мобильность, которая проявляется в возникновении новой аристократии, появляются также новые социальные группы, или переформатируются те социальные группы, которые имели более или менее устойчивое положение и соответствующее место в структуре этого общества. И, естественно, что появляются, развиваются новые научные практики, и поскольку корпоративная принадлежность определялась в первую очередь тем видом деятельности, который был присущ этой социальной группе, то, соответственно, и с развитием новых методов изучения, формирования нового языка, включая национальные языки, на котором производится репрезентация научных практик и идей, все это в конечном итоге приводит к существенному изменению внутри научной среды. И ученые опять оказываются в ситуации новых сословий и групп. В частности, на данном слайде вы видите подборку репрезентаций, казалось бы, довольно известного и понятного сословия в средние века. Это сословие врачей. И здесь как раз это, наверное, одна из самых первых групп, которая существенно трансформировалась, и те, которых принято было называть хирургами, и которые занимали нишу и иерархию в деле, принадлежа к корпорации цирюльников, они претендуют быть искусством. И благодаря изысканиям вязалия, которое вы видите на портрете. И здесь показаны все основные такие модусы репрезентации корпорации хирургов, которые мы наблюдаем на протяжении как минимум трех столетий. И они также заявлены в инвизале о строении человеческого тела. То есть, с одной стороны, мы видим репрезентацию аллегорическую, то есть это извлечение камня глупостей Брыгеля. То есть мы также видим корпоративную репрезентацию, то есть здесь урок анатомии доктора Рюша, урок анатомии доктора Тульпа и, собственно, анатомический сеанс в Куданском университете вязалия. Также научные сообщества и практики у нас представлены в качестве иллюстрации. Здесь мы видим иллюстрацию из вязалия. То есть и сейчас бы, наверное, в современной монографии, то есть мы бы не увидели как минимум этого и вот этого, то есть самого ученого, находящегося за работой, и фотографии нас, и, соответственно, научного сообщества. Ну, например, нашей конференции вряд ли она будет опубликована в журнале, да? Как мы тут собираемся, живем или в онлайне. Соответственно, о чем это говорит? То есть это говорит о том, что пересматривается иконография в изображении ученого, иконография в изображении научных сообществ, и это непосредственно связано с рефлексией того, кто такой ученый, каково его место, каков его вид деятельности. И вот эти вот все иллюстрации и репрезентации как раз призваны демонстрировать новые виды деятельности. В данном случае наблюдательную аналогию, которая вызывала вплоть до 19 века достаточно серьезные юридические проблемы и проблемы, связанные с самим видом деятельности, когда ученый препарирует человеческое тело, в частности, человеческое тело христианина. Итак, то же самое в той или иной степени будет относиться, когда ученый будет заниматься препарированием природы. И этот процесс формирования новой социальной группы по роду деятельности, связанный с экспериментальными и наблюдательными методами, формально закончил свое формирование в 19 веке, когда кристаллизуется слово ученый, сайентист, который определяет этот вид деятельности, то есть обозначив социальную группу. Но в данный период, как я покажу дальше, то есть по сути дела репрезентация ученого будет относиться все равно так или иначе соотноситься со средневековым представлением о структуре знания и со средневековым представлением о социальной иерархии, где бы мог быть представлен ученый. То есть социальная иерархия и его идентичность будет репрезентирована от, скажем, семейной принадлежности до родовой принадлежности и, соответственно, до принадлежности к исследованию той или иной области исследования. Причем, как правило, она будет разворачиваться в рамках либо университетского корпуса, либо университетских корпораций. Вот, допустим, здесь Джон Кис, то есть здесь мы видим его репрезентацию, здесь представлено и Геральдика, и его, то есть магистерская, то есть он дважды магистром был, колледжа Гонвилл и Кис, и кембриджского. И, соответственно, здесь мы видим вот две магистерских цепи. Был он трижды, в принципе, магистром, и, соответственно, это изображение еще пока не отражает третий раз его избрание в этой должности. Соответственно, также мы увидим дальше, что, по сути дела, такого представления, то есть то, что мы сейчас называем физикой, и эта область была очерчена в свое время и Аристотелем, то есть ученые избегают описания себя как физиков, то есть это мы увидим и на примере Бэкона, мы это увидим на примере Уильяма Гилберта, это мы увидим на примере Галилея, они будут предпочитать, то есть их будут предпочитать наименовать на парадных портретах, на гравюрах, именно математиками, либо математиками, либо философами. Ну, а здесь вот медики, они, как правило, если мы возьмем Уильяма Харви или того же самого Киса, то есть они будут называться докторами, то есть и докторам медицины, как правило, будут представлены. То есть вот, например, тот же самый Уильям Гилберт, который был врачом, то есть по поводу вот этих вот репрезентаций у меня более подробно и конкретно написано в монографии. То есть в данном докладе я основное внимание буду сосредотачивать на эпитафиях, то есть и по сути дела эпитафиях и надписях на гробницах. Гробницы ученых искать очень сложно, я очень долго занималась гробокопательством ученых, и, соответственно, в меру своих возможностей, то есть некоторые захоронения не сохранились, например, из-за лондонского пожара, некоторые церкви были, допустим, разрушены, вот, могилы Роберта Хука, Роберта Бойля и так далее, то есть вязали, ну, вязали, он на Закинтасе умер, то есть они утрачены и они не сохранились, и мне бы, конечно, хотелось найти это. Могила Кеплера также не сохранилась, но Кеплер был очень ответственным человеком, он не только, допустим, создавал сам эскизы своих титульных листов, своих работ, он также сделал себе и эпитафию, и, соответственно, по крайней мере, она сохранилась в описании. И поэтому, конечно, то есть и поскольку, то есть у меня разбивка будет тематическая в основном, ну, тематически хронологическая, и здесь мы говорим об Уильяме Гилберте, который в большей степени известен в истории науки как создатель теории магнетизма Земли. И если мы возьмем близкого, наверное, по роду деятельности и по роду деятельности к нему старшего современника, его современника Джона Ди, если мы возьмем Джона Ди, то его могила также не сохранилась, есть только памятная доска. И здесь мы, вот и Уильям Гилберт, и Джон Кис, они в первую очередь определяются по месту своего рождения или как по нации. То есть, соответственно, Джон Ди репрезентирован как лондонец, и математик, соответственно, Уильям Гилберт репрезентирован как уроженец Клодчестера, он там и похоронен. То есть его похоронили его родственники, младший брат, по-моему, и установили вот эту вот памятную доску, которая до сих пор сохранилась. И, естественно, что вот здесь вот эпитафия, которая нам показывает именно то, что он по иерархии проставляет его идентичность. То есть она как раз здесь описана, что Уильям Гилберт, то есть он брат, то есть указан его отец, и, естественно, где он родился, то есть его образование, что он изучал медицину в Кембридже, что он практиковал в Лондоне около 30 лет с величайшими похвалами и успехом. И также он был призван ко двору Елизаветы, был его врачом, и главным врачом также Иакова. То есть, по сути дела, вся его карьерная лестница, она здесь описана, вот на этой, на могиле. И, соответственно, и также вот здесь появляется новая вещь, которая, как это дело, не характерна была, допустим, для... То есть которая как раз показывает его деятельность как ученого нового типа. Он как раз говорится о том, что он написал книгу о магните, то есть вот, допустим, сейчас мы бы, наверное, с большим трудом представили список наших публикаций на нашем нагрудном камне, скорее всего. Но тем не менее для этого времени, естественно, что это, очевидно, было знаковым событием, очень важным, и оно фиксировалось как достижение покойного. Вот. И, соответственно, написал книгу о магните, и указана ее ценность. То есть здесь как раз не показана, скажем, область научного знания, как таковая, но показана область применения, которая знакома тем, кто занимается морским делом. И, естественно, что если мы возьмем того же Джона Ди, Джон Ди, он также в его книге о навигации, здесь также, как и у Ди, демонстрируется вот эта вот польза для морского дела вот этих вот двух книг, естественно. И, соответственно, здесь показаны не только, скажем, область применения и специфика, и иллюстрации, вот такие вот книги, в основном такие, но на титульном листе мы видим ученого, который занимается подобного рода опытом, что тоже маркирует как принадлежность к новому виду деятельности, к новому виду научной деятельности, я бы сказала. Итак, дальше Уильям Харви, ведик, то есть, и на самом деле здесь мы уже видим, анатомия воспринимается как искусство, здесь репрезентации Уильяма Харви, которые, по сути дела, растянулись вплоть до начала XX века. То есть, это иллюстрации из самих изданий, и здесь мы видим ученого, который усеченно сам присутствует на усеченном предмете, то есть, его травообращение, его трактат, и, естественно, что его, это прижизненный его портрет, и тут написано, ну, здесь не видно, написано, что доктор Уильям Харви. Итак, это его историческое захоронение, церковь, он также был захоронен в месте своего рождения, вот, и вот это вот его первоначальное захоронение, церковь, башня упала, и уже в XIX веке корпорация врачей-терапевтов, да, она, вот она перезахоранивает, это репортаж, да, то есть мы видим уже непростроенные вот так вот фигуры, да, фигуры, именно собрание, которое пришло, то есть это репортаж из газет того времени, и вот мы видим вот эту вот новую, то есть сюда были перенесены вот это вот целое у Ильяма Харви, и захоронены его издания, его трактат, книг, да, ну интересно то, что в начале в начале XIX века в Падуанском университете был проект, когда, то есть создали ряд циклов фресок, где были отражены студенты, которые, иностранцы, которые занимались в Падуанском университете, и вот мы видим фреску у Ильяма Харви, да, но самое интересное, что здесь представлены его герб, то есть вот эта вот эмблематичность изображения, да, оно, в некоторых формах репрезентации уже в XX веке, когда созданная принадлежность не играла такой существенной роли, то есть и корпоративная, она, тем не менее, демонстрируется и оказывается цена для Падуанского университета. То есть если мы возьмем Уильяма Харви, то, естественно, что существуют как раз репортажи перезахоронения, и на могиле написано, что останки, это здесь останки Уильяма Харви, открывшего кровообращение, были благоговейно помещены в этот саркофаг Королевским колледжем врачей Лондона в том же годы 1883. То есть, по сути дела, уже мы в XIX веке, в конце XIX века вот эта вот сосудовная и прочая принадлежность, она отсекается, остается только корпоративная, да, и остается его открытие. То есть корпорации это, как мы видим, на первом месте опять же стоит его изобретение. Соответственно, если мы обратимся к такой области, как астрономия, да, которая находилась, то есть, которая принадлежала к числу свободных искусств в отличие от медицины, анатомии, имеющей сомнительный достаточно характер, то если мы рассмотрим Иоганна Кеплера, предположим, да, то здесь мы видим мое любимое, наверное, изображение, это франциспис Рудольфинских таблиц. Здесь мы видим собранными именно все модусы репрезентации не только корпуса научного знания, но и сообщества, то есть, по сути дела, начинается, здесь у нас аллегорические изображения урании, астрономии, логарифмии и так далее, и так далее, то есть, мы видим, что то, что раньше было урании, оно начинает распадаться на более конкретные аллегории, и, соответственно, здесь мы видим столпы, то есть, представлено предшествующее научное знание, здесь под каждым сидит астроном древних времен, с античности, вот, и здесь остров Вен, здесь, здесь, то есть, инфраструктура, которая обеспечивает функционирование этого ученого города, скажем, ученой инфраструктуры от печатников до ремесленников, и, естественно, что вот здесь более уже типичное изображение научного знания в виде, собственно, научных схем и прочих исчислений, которые характерны для и современного модуса репрезентации научного знания, но, если мы возьмем того же самого Киптера, то он как раз его изображение показывает здесь, скажем, на, как правило, вот на листах печатают конкретные фрагменты иллюстрации из книг и также те инструменты иконографии, которые определяют род его деятельности, то есть, у нас он астроном. И, если мы говорим о Кеплере, то его эпитафию, которую я нашла, то есть, она буквально гласит то, что я измерял, то есть, он пишет от своего имени, на свое, я измерял небеса, теперь измеряю тени земли, разуму я обращал к небу, а тень тела покоится. Естественно, то есть, вот эта вот аллюзия на его же оптику, на его вид деятельности, и он, даже будучи мертвым, обращается к нам к земли, что достаточно интересно, поскольку мы читаем книги Кеплера так же, как читали бы, если бы он был живой. И вот этот интересный модус репрезентации, он показывает как преемственность этого знания, возможность общаться с ученым спустя время, через его работы. Итак, если мы возьмем Галилея, то есть, обратимся к Галилею, вы все помните историю с его захоронением, это памятная доска, где он был тайно захоронен, этот уже памятник, который установлен спустя 100 лет примерно. И здесь мы также видим вот эти все модусы репрезентации от урани и астрономии, и на могилах уже астрономов, то есть, мы видим вот эти аллегорические фигуры, которые демонстрируют изобретения основные ученые, здесь у нас урани демонстрируют солнечные пятна, которые открыл Галилей, и, естественно, здесь надпись, посвященная установке этому памятнику, здесь я ее вывела поподробнее, так или иначе, в изображении Рубенса прижизненных изображений Галилея, то есть, указывается, что Галилей математик, здесь он изображен циркулем, тут его плохо видно, измеряющим небесную сферу. И, естественно, вот это вот все продукт, это диалог о двух системах, здесь представлены персонажи, которые общаются персонажей в его диалогах, так или иначе, достаточно разнообразная репрезентация. И, естественно, что же гласит надпись о Галилее, то есть, опять же, мы видим здесь его сословная принадлежность, а также его достижения. вот эта могила была захоронена в 1737 году, на что и указывает надпись. Итак, написано, Галилео Галилеев, флоренцийский дворянин, величайший новатор в геометрии, астрономии и философии, несравнимый ни с одним из своих современников, здесь мирно отдыхает. Он прожил 78 лет и умер в 1641 году, наследник Джавани и так далее, под присмотром десяти дворян, ответственных за эту священную работу и вечной честь Родины, радостью завершает монументальную гробницу и так далее, и так далее. То есть, соответственно, вот здесь мы видим и то сообщество, которое очень часто на подобного рода памятников демонстрируется те, кто устанавливал эти гробницы, что также интересны, и они оказываются теми, кто заботится об этом. То есть, если мы обратимся к Бекону и Беконианцам, то здесь тоже существует определенная традиция репрезентации социальных сообществ и она, то есть, вот здесь полуаллегорическое изображение лондонского королевского общества на истории. Здесь мы видим патронов присутствующих, также основателей, администраторов. Здесь Кальбер присутствует как раз на представлении Людовику XIV Парижского королевского общества. здесь мы видим Карла II, Бекона как основателя и так далее. Здесь представлена достаточно четкая иерархия, так же, как и на республиках с врачами, с анатомами в частности. И, естественно, здесь, если говорить о лорде Беконе, то, по сути дела, мы видим его знаки, его власти, лорд-канцлера, а так же его изобретения. Если мы говорим о Беконе, то как раз никакая физика не упоминается, и надпись на его гробнице говорит о том, что он известный как славными титулами светочной науки «Закон красноречия», и после того, как постиг мудрость природы и секреты красноречия жизни исполнил начертания природы, значит, довозвратится все к первоначальным элементам. То есть, по сути дела, то есть, скорее, такое титулованное определение его деятельности и, соответственно, кто, что Митюс поставил памятник, его секретарь поставил этот памятник. Итак, это у нас с быком. Если мы пойдем дальше, то есть, если мы возьмем Кристофера Рена, то Кристофер Рен как раз вот здесь уникальное и абсолютно идеальное сочетание творца и творения. То есть, по сути дела, вот эта гробница Кристофера Рена вот здесь находится, а это вот надпись. И, соответственно, вот эта надпись гласит, что если ты ищешь памятник, оглянись вокруг, то есть, это как раз тот собор, который он построен. И если мы возьмем парадный портрет Кристофера Рена и его репрезентации, то он, как правило, репрезентуется как на математике архитектор, главный архитектор его величества. И, естественно, что основное достоинство сфроектировал достаточно много церквей, изданий пожара и разработал план, тем не менее, то есть, именно собор святого Павла является основным его таким вот репрезентативным достижением. Если мы пойдем к Уильяму Барро, учителю Ньютонову, здесь репрезентация довольно более сложная. То есть, мы видим, что доктор Барро написан на его официальном портрите. Вот здесь у нас в Кембридж установленная статуя. И вот его репрезентация довольно сложная. Это учитель Ньютона. И надпись как раз перечисляет все его достижения, включая богословские и математические. То есть, и его должность, что он и профессор Грэшем колледжа в Лондоне и греческой языка и математики в Кембридже. И был украшением своих мест, своей церкви и страны. Украсил Тринити колледж, будучи его главой. И расширил Королевскую библиотеку. Здесь полный послужной список. Он презирал богатство мира, смирился с миром. И Богу, которому он служил с детства, он строго подражал, мало желая, делая добро многим и даже потомкам, которому он теперь проповедует и даже мертвым. Подчеркивается его проповедческая деятельность, проповедия, дамы, можно почерпить. До сих пор. И, соответственно, надо сказать, что здесь как раз надпись предлагает подражать ему. Итак, если мы перейдем дальше, то есть как раз один из членов Лондонского Королевского Общества, его председателю в будущем, это Сэр Исак Ньютон. Итак, Сэр Исак Ньютон, он как раз вписан у нас как и в преемственную такую, то есть как член математического в первую очередь астрономического сообщества. Здесь демонстрируется как раз его изобретение, среди них часто оптика Эмотези Универсалис, и вот его захоронение, ну захоронение находится рядом, а это такой памятник ему в Вестминстерском аббатстве, то есть он находится в уголке ученых так называемых, то есть там тематические захоронения в Вестминстерском аббатстве, это можно все посмотреть на сайте и разглядеть. Естественно, то есть что касается надписи Ньютона, здесь как раз и говорится, здесь покоится Сэр Исак Ньютон, название на втором уже месте стоит дворянин, и далее его достижение, которое разум близким божественным первым доказал с факивом математики движения планет, патикамет, пиво океанов, он исследовал различия световых лучей, появляющиеся при этом различные свойства цветов, чеворонений, кто не подозревал прилижный, умный и верный толкователь природы, древности и священного писания, он утверждал своей философией величием могущего Бога, а нравом выражал лимоническую простоту, пусть смертные радуются этому упражению рода человеческого. И Ньютона здесь подчеркивается как раз еще и моральные качества, что довольно-таки интересно. И польза науки, и достижения науки, то есть важные для всего человечества. Ну, если уж дальше смотреть в Министерское аббатство, то... Иван, у вас выходит время. Я уже заканчиваю. Вот, в Министерское аббатство, то ученые у нас представлены вот в таких вот, то есть сообщества представлены уже вот так, то есть они и в книгах, и можно прийти и увидеть их захоронение, но если мы говорим о памятных досках, которые там расположены, в том числе Роберту Хуку, чья могила утрачена, еще раз повторю, потом Хершеле, отец и сын, да, Майкл Фарадей, то есть по сути дела становится короче. В 19 веке, в частности, что видно с Хершелем, и в 20 веке установлены памятные доски, то есть фактически уже без сопровождающих надписей, возможно, это связано как раз с тем, что наука имеет уже достаточно большой статус, труды этих ученых попали уже в учебники, все знают, что там написано, что они открыли, как это важно и полезно и так далее, и поэтому вот этих вот комментариев уже, по сути дела нет, ну и в целом, поскольку социальная, то есть сословная структура общества исчезает как таковая, да, в основном благодаря демократическим и прочим преобразованиям, то вот эти вот все вещи, они исчезают из репрезентации ученого. Спасибо. Спасибо большое, Инна Ивановна. Если можно, закройте, пожалуйста, презентацию. Да, минуту. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Сейчас поймаю. Закрылась? Да. Прекрасно. Так, вопросов. Да, пожалуйста, Татьяна Владимировна. Большое спасибо, Инна Ивановна, за интересный очень доклад и вот такую для меня, в всяком случае, необычную характеристику с точки зрения репрезентации при захоронении. А у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот часть ученых, о которых вы говорили, они были в структуре академических институтов, работали, но не все, например, Бекон. И вот вы могли как-нибудь прокомментировать вот эту ситуацию о ученых вне академических институтов и внутри академических институтов. Вот какая разница в этом была, в их научных исследованиях в связи с их положением внутри как бы или в ней. То есть мы видим на самом деле в какой-то степени все равно есть некая аффилиация, но в частности с Беконом, то есть аффилиация с патроном, потому что допустим свой труд о восстановлении наук он посвящает Иакову Первому, который вы посадили в фирму, благодаря чему Бекон не писал, у него было время как минимум. Поэтому мы не можем сказать об абсолютной свободе, конечно, ученых, если они не принадлежат той или иной академической или научной институции, академии или университета. Но в этом смысле наверное самый такой сложный случай с Джоном Ди, потому что Джон Ди как раз именно полагался исключительно на патронаж. И здесь в принципе если говорить о репрезентации при захоронении, если как мы видим в большинстве случаев, если ученый принадлежал к институции, то корпорация вписана в его послужной список и после своей смерти он и его достижения являются частью этих корпоративных достижений. То есть если мы возьмем того же самого Уильяма Бару, там интересно то, что он является членом как минимум нескольких корпораций, так же, например, как Ньютон. Но если у Бару это подчеркнуто, то у Ньютона уже по сути дело его должности. То есть они показаны на вот этом постаменте там мальчики играют и вот мальчики играют и они показывают его изобретение и несколько мальчишек вот этих путей таскают горшки с монетками. То есть что по сути дела демонстрирует то есть это уже не написано но то есть там разные формы из демонстрации есть визуальные то есть через изображение аллегорических фигур, например, а есть вербальные где вот точно описан послужной список предположим. И у Ньютона допустим то, что он возглавлял монетный двор вот это изображает вот эти мальчики которые на постаменте рисуют. спасибо. Я вижу вопрос Светланы Игоревны вот пожалуйста только пожалуйста давайте короткий вопрос короткий ответ. Ну во всяком случае средний. Спасибо большое за интересный доклад. Я хотела бы обратить внимание на один момент возможно что я пропустила я не сразу подключилась может быть он не так четко был артикулирован но вот у нас есть какое-то представление об ученых как социальные группы и мы его так сказать проецируем на 18 век на прошлое а вот интересно было бы узнать как сами они себя осознавали осознавали ли они себя как члены какой-то единой корпорации как член социальной группы и было ли представление об ученых как некой социальной группы возможно вы об этом говорили я пропустила и вот что может сказать мемориальная скульптура об этом и помимо скульптуры наверное сохранились какие-то дневники личные записи мемуары я с этого начала да я говорила что есть портреты парадные портреты иллюстрации книгам прижизненные издания которые в основном у меня анализируются в монографии поэтому я этот кусок я просто взяла некоторые выводы которые уже доказаны были мной это первое естественно что там по поводу репрезентации саморепрезентации и самовосприятия но здесь еще есть книга Кузнецовой где она как раз описывает как именовали себя те кто не попадает вот вот в эти всем свободных искусств то есть они именовали себя артизанами испытателями и так далее и так далее но как правило для вот такой публичной репрезентации в виде парадного портрета или например захоронения то есть все-таки их вписывают в структуру все равно средневековую не совсем новую пытаются куда ну если спасибо спасибо большое вроде больше я вопросов не вижу спасибо